С начала лета во всех субъектах страны начали работу филиалы Фонда защитники Отечества. Указом президента России, председателем фонда назначена Анна Цивилева. В Черкесске состоялось ее знакомство с работой регионального подразделения. Подробности у Мурата Джанкесова. У входа высоких гостей встречают работники регионального отделения фонда. В сопровождении председателя правительства Мурата Аргунова, председатель фонда защитника Отечества Анна Цивилева пообщалась с инвалидом-участником спецоперации. Расскажите впечатления, как вас встретили сотрудники? Позитивные впечатления. Позитивные, то есть открыты, готовы выслушать, и учу, чтобы подключить свои ресурсы для решения тех или иных задач. Задачи непростые, наверное, в основном документы, выплаты документов. Сейчас мы как раз ехали, разговаривали взаимодействие с военно-врачебными комиссиями, с Министерством обороны, чтобы документы ребятам получить необходимые. А потом уже с документами, конечно же, фонд подхватывает и решает все вопросы, задачи. Основная цель фонда – персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер социальной поддержки, включающих медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Здесь также помогут с переобучением и дальнейшим трудоустройством. Действительно, очень много, наверное, вы подтвердите. К нам в фонд обращаются непосредственно и семьи, и сами участники. Несмотря на то, что они находятся в ведомстве Министерства обороны, мы, конечно же, не отказываем и по возможности или маршрутизируем, помогаем, подключаем те ведомства, которые могут решить или иные вопросы, ну и помощь психологическую оказываем. Увиденным председателем фонда защитника отечества Анна Цивилёва осталась довольна. Подобрано хорошее помещение, соответствующее техническим требованиям. Это и площадь, и доступная транспортная среда, и доступная среда для инвалидов. Это уютные, современные, чистые места для встречи ветеранов и оказания им помощи. Особенную оценку отлично я ставлю за то, что здесь работают настоящие профессионалы, люди и с опытом управления, и с опытом боевой службы, которые, как никто другой, знают проблемы чаяния, с чем сталкиваются сейчас ветераны, возвращающиеся домой, и оперативно это отрабатывают. Мудро, тонко, очень деликатно решают все эти вопросы. По словам Анны Цивилёвой, задач у фонда защитника отечества очень много. Они разнонаправленные, и в основном они будут исходить непосредственно от запроса самих военнослужащих, которые возвращаются домой, и призвала обратить особое внимание на работу с отдаленными населенными пунктами республики. Мурат Чентьозов, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия.